Друзья, всем привет! С вами Макс и вы на канале Keep Going. И сегодня я хочу поговорить с вами о работе в такси, об Uber, Lyft, в частности об Uber. И рассказывать вообще, что к чему, сколько можно зарабатывать и что вас ждет, если вы планируете начинать работать с Uber. Мне сейчас часто пишут о том, что хотят больше видео с такси, но я ничего не вылажу, потому что я на самом деле почти не работаю. Я не работаю в том такси, в котором я хотел бы работать, в котором я работал до этого, если вы видели мои предыдущие видео, когда я ездил на Линконе. Да, у меня ту машину забрали, там все поменялось в той компании, если жду, ищу другую машину и буду начинать опять работать. На данный момент я иногда таксую на Prius, но я действительно не могу таксовать больше, чем 2-3 часа в день, потому что у меня прям, ну не знаю, крыша едет. Я не хочу делать эти поездки за копейки. И сейчас я вам скажу, что к чему. Для того, чтобы на начале вы понимали, есть разные, например, Uber, да. Есть Uber X, есть Uber Comfort, есть Uber Select, Uber Black и Uber Lux, есть еще Uber XL, есть Uber SUV, это большой джип. То есть очень много разных Uber. На Prius я могу делать только Uber X и Uber Pool. То есть это два самых дешевых варианта. Если ваша машина одна из новых до 2017 года и, по-моему, там, я не знаю, какие-то еще должны быть нормы, вы можете делать комфорт. И так далее, далее, далее. И, в общем, если вы видели предыдущее видео, где я ездил на Линкольне, таксовал выходные и в день я там заработал 740 долларов, то это я делал Uber Black на этой машине, на Линкольне. И вот прилетел тут один парень в ЛА, начал таксовать на какой-то фиговой машине и начал мне писать, что я, типа, обманщик, что я вру, что нереально столько заработать в Uber, что все, что я показывал в видео, это, типа, фотошоп и все прочее. И он не единственный такой писал, много кто мне пишет подобное, что это просто, как бы, Uber на еб. Но я просто удивляюсь людей, насколько они, вот, я не знаю даже, как это назвать. Но неужели сложно немножко подумать, ну, то есть, посмотреть. Я показывал, что езжу на Линкольне, как бы машина недешевая, да. Соответственно, если он ездит там на Prius, как я сейчас, то, конечно же, тебе будет платить меньше. Конечно, это само собой даже подразумевается. Как это так, что на дорогой машине ты ездишь, в которой ест много бензина, и на дешевой ты ездишь, на которой не ест бензина, да. Неужели вам будет платить одинаково? Нет. Общины очень разные. И сейчас, для того, чтобы вы вообще понимали разницу в ценах, я покажу вам вообще, что такое UberX, да, вот на Prius, и что такое Uber Black, например. И вот, смотрите, я, например, вот моя точка, где я сейчас нахожусь, я выбрал аэропорт. Вот, я хочу поехать в аэропорт. И вот цены. Например, ой, сейчас открою, блин. Да, UberX, вот мы видим. Будем смотреть на первую цену, вот 28 долларов. Потом Comfort, 33 доллара до аэропорта. Pool вообще 19. UberXL, 43 доллара. Uber Black, вот в котором ездил я, 81 доллар. Потом Uber Black SAV, это как бы SUV, 103 доллара. И вот, наконец-то, Uber Lux, 124 доллара. То есть, вот такая вот разница. Uber Black, 124 доллара, а UberX, 28. То есть, вы понимаете, что уже разница, к примеру, в 5 раз, да. И я ездил до этого на Black, то есть, это разница в 3,5-4 раза. И в день вы делаете намного меньше поездок, чем, например, на обычном UberX. На UberX можно ездить весь день, без остановки. И это очень напряженно, потому что клиенты не очень хорошие. Обычно это всякие непонятные мексиканцы, там, или студенты, или еще чего-то. Ну, в общем, клиенты, вы сами понимаете, те, кто платит мало, они соответствуют своим, как бы, запросам в деньгах, да. А в Uber Black, например, это люди совсем другого класса. Они очень спокойные, тихие. Это в основном бизнесмены. И они никогда не ездят толпой. То есть, обычно это один человек сзади, он сидит себе с ноутбуком, например, или говорит по телефону. Они очень все вежливые, культурные. Всегда вас попросят, спросят, если ему нужно что-либо, он всегда извинится, попросит, да. И если он увидит воду, например, он попросит, извините, можно взять эту воду? Конечно, берите. А садится к вам какой-то, грубо говоря, бомж, который едет за 4 доллара куда-то. И он без спроса возьмет воду, там, откроет окно, там. Ну, в общем, может делать все, что угодно. Ведет себя по-хамски, хотя платит всего 4 доллара. А человек, который сядет на Uber Black, он заплатит 100 долларов, очень культурно себя будет вести. В итоге еще поблагодарит вас за поездку и даст чаевые. То есть, такая вот разница в людях, это очень-очень сильно ощутимо. Это как один из главных пунктов. Второе, это то, что количество заказов. В Uber X в день можно сделать 35-40 заказов. И реально крыша идет, просто едет, причем не спеша, а очень быстро. Эти заказы один за одним, они задолбывают, эти люди задолбывают. И еще плюс тому, у вас нет времени остановиться, подышать, покушать и садить в туалет. То есть, ну, это все очень напряжно. В Uber Black у меня было как бы полдня, даже большая часть полдня свободная. У меня приложение было включено, но я мог заниматься своими делами. Как приходит заказ, я поехал его сделать, дальше занимаюсь своими делами. То есть, в день, у меня максимальный день, который я один раз отъездил, это 12 часов было. И я сделал 11 заказов, я дальше вам покажу это. Я сделал 11 заказов в день. То есть, реально из 12 часов я 7 часов прогулял и 5 часов я где-то отработал, возможно меньше. То есть, такая разница в заказах. То есть, тут вы можете ездить весь день, как бы очень сильно устать и заработать 250 долларов. Там вы можете отъездить как бы полдня, остальные полдня отдыхать, ждать заказ и заработать там 700 долларов. Такая разница. Поэтому, те, кто не верит в какие-то цифры, это очень-очень все легко проверяется. Дальше. Сколько же можно заработать в обычном вот Uber? Реально, если вы вот прям можете отъездить все 12 часов, можно заработать 250-300 долларов. Но это, как бы сказать, кровью и пота. Сейчас я вам покажу скрины моего знакомого, который катается в Сан-Франциско. Ну, приблизительно цены одни и те же, что и в Лос-Анджелесе. Я вам покажу скрины, и вы увидите, сколько реально можно заработать. Так, вот сам скриншот. Это заработок за неделю. Как мы видим на этом скриншоте, всего 6 дней он отработал, один день был выходной. Он заработал 3560 долларов. Отработал 80 часов, сделал 183 поездки. Но, на самом деле, его доход от поездок составил всего 2100 долларов. А все остальное, это вот сбор, чаевые, бонусы за серию поездок. И еще у него были по-любому бонусы за партнерскую программу. То есть, он приглашает людей в Uber, они катаются, и он получает где-то 570 долларов с такого человека. Вот вторая неделя, 2800. Ну, тоже доход от поездок 211 поездок, 83 часа. Тут 2900, но доход от поездок 2300. 212 поездок, 87 часов, это в неделю. 2478, но доход от поездок 2000. В общем, мы в среднем видим, что в неделю реально делать 2000. 2000 это вот именно доход от ваших поездок. Все остальное это уже индивидуально. Вот 3300, но доход от поездок 2500, 2560. Но тут он отработал 91 час и сделал 237 поездок. Это просто капец, это очень много. И если, к примеру, разделить 3300 вот этих долларов на 237 поездок, то мы, я не знаю сколько будет, но приблизительно это будет не больше 20 долларов за поездку. И получается, что, ну, это как бы очень дешево. Это был обычный Uber. И вот такие деньги можно делать в Uber. Это все реально, но это очень сложно. К примеру, я не могу так. Я выезжаю на своей машине, хочу потаксовать. И все время выезжаю, думаю, ну, сегодня у меня отъезжу как минимум часов 10. Выезжаю 2-3 часа и думаю, ну, его в баню. Реально, из-за того, что, ну, тебя никто не может заставить ездить, ты сам решаешь, хочешь ты ездить или не хочешь. Поэтому я выезжаю, немножко поезжу. И нет, я не вывожу. Не вывожу, потому что я работал до этого в Uber Black. И сейчас просто я не хочу ездить в обычном Uber. Это какое-то прям, не знаю, как унижение, знаете. Это очень сложно и неприятно. И когда ты видишь, ехать несложно, все окей. Но когда ты видишь, сколько тебе заплатили за поездку, а там 2,60, к примеру, или там 5 долларов за поездку, и ты думаешь, капец. Сегодня я вез человека 40 минут от Ван Найста до Лонгвича, и мне за эту поездку заплатили 30 долларов. И я просто сидел в шоке, потому что я помню, что в Uber Black мне за эту поездку заплатили, ну, минимум 170 долларов, возможно. Может быть больше. Не, наверное, больше. И когда ты видишь эту сумму, ты думаешь, ну, классно. Съездил в Лонгвич, прям довольный, что за одну поездку ты что-то заработал. А сегодня мне заплатили 30 долларов в обычном Uber, я думаю, ну, капец, просто хотел уже выключить его нафиг. Сейчас я вам покажу свой скриншот с тех времен, когда я ездил в Uber Black. Это я, точнее, скриншот, это я делал фотографию с своего второго телефона. Вот мы видим, это один день. 11 часов 57 минут, это сколько я отработал в этот день. Но на самом деле я отъездил всего часов 5, может быть, меньше из этого дня. Все остальное время я просто стоял с включенным приложением. Так, теперь мы видим, что я сделал 11 поездок, и заработал я 724 доллара. Но на самом деле потом я еще получил чаевые 20 долларов, то есть получилось 745 в тот день. И если мы разделим 724 на 11, то мы получим, что в среднем моя поездка стоила, по-моему, там в районе 60 долларов. То есть это конкретно, прям, существенная разница в стоимости поездок. То есть в Uber и Black платят намного больше, работать намного приятнее. Вы ездите на хорошей машине, с хорошими пассажирами. Большую часть времени вы просто занимаетесь своими делами. То есть устать там практически невозможно. В обычном Uber вы не то что устанете, вы реально задолбаетесь. Вот поэтому, ребята, я сейчас не снимаю видео с такси, потому что я просто не могу таксовать на этой машине, я не вывожу это все. Я просто жду момента, когда я уже смогу сесть на нормальную машину и начать работать в Uber и Black. Как только я это сделаю, я буду сразу снимать много видео об этом. Я обзор сделаю машины, которые я жду. Кстати, уже машина готовится вроде бы, ее покупают специально для меня. И если все получится, то уже в скором времени я буду на ней ездить. Как только это случится, вы об этом узнаете первые. И я буду как можно чаще показывать вам будни с работы в Uber Black, как это все выглядит, сколько можно зарабатывать, какие минусы, плюсы, стоимости, всего обслуживания и всего прочего. Там, конечно, тоже много своих минусов и также стоимость того, сколько нужно платить за то, чтобы ездить на такой машине. Но, поверьте, это намного приятнее, намного лучше, чем ездить на своей дешевой машине. В общем, такие дела, ребята. Я надеюсь, что я ответил на многие из вопросов по поводу Uber, сколько можно здесь заработать и вообще в целом. В общем, спасибо всем за просмотр. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, потому что мне очень нужна ваша поддержка. Канал очень медленно растет, но я надеюсь, что с вашей поддержкой он начнет расти быстрее. Всем спасибо за просмотр. Пока!